Приветствую вас. На самом деле, дочь ваша и ее желание могло быть продиктовано определенной ситуации. То есть вот что-то, что ей понравилось, очень как-то позитивно сказалось на ней. И, вы знаете, в этой ситуации нельзя реагировать негативно. Потому что негатив, он на ребенке будет сильно отращаться, негатив запомнит, негатив будет влиять на поведение. Я бы на вашем обществе выбрал бы два направления своих действий. Первое. Это как можно более подробно восстановление того, что ребенок делал дома у вашего бывшего мужа. Что они ему говорили, что они вместе делали и так далее. Вплоть до замок младшей. Нужно понять, что ребенку понравилось. Больше всего за время пребывания у вашего бывшего мужа. А вам, за своей стороны, следует поступить довольно таки хитро. И сказать ребенку, что мы обязательно вопросы обсудим, но постоянно отвлекать его на что-то другое. То есть постоянно занимать его делами, занимать его какими-то действиями, какими-то играми, может быть. И еще внимание ребенку очень быстро переключится на то, что ему интересно. Потому что в этом возрасте узнавание нового, процесс познания, иначе говоря, он неразрывно связан с чувствами. То есть и чувственная составляющая, и познавательная деятельность связана между собой. Если вы можете направить эмоциональную энергию ребенку на то-то другое, то он очень быстро забудет то, что он вам говорил, и то, по причине чего устраивал истерики. А деятельность ваша по выявлению того, что у вас бывший супруг и его женщина дали ребенку такому, что он хочет это получать. И ради этого готов жить постоянно с ними. Помогет вам лучше понять, чего ребенок хочет. И обеспечить ему желаемое, тем самым убрав у него мотив для желания жить без вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи. Справа Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...